Он взялся за регистрацию движения инноваций. В этой части я просто слышу, что там отказы какие-то были. Да, он три раза уже туда попал. Подожди, подожди, подожди. Хорошо, отказы есть там все, но кто-нибудь видел устав в движении? Ну, я как видел? Раздаваривать. Ты переслал? Нет, а я ему переслал. Кто там учредитель, хотя бы скажите, строит? Ну, он, я и его юрист. Ну, что тут прошло, а потом они как-то не так улетают. То есть нам надо все равно будет посмотреть этот устав, нам надо будет все равно провести какие-то собрания и так дальше. Вот, может быть мы за основу уже можем даже сейчас, потому что это движение, оно может быть и без юридического этого, но пока счета нет, не будет. У нас в клуб Суздна уже есть вот это хозяйство, потому что у нас в случае всяких подписях. Теперь смотри, я опять-таки тоже ощутил потребность, да, что твой опыт, который вступен, и движение инноваторов, если куда-то развивать, то надо развивать на те территории, которые там какой-то интерес есть. И вот я почему и говорю о том, что у меня потребность есть, зайти в Штатовской район и там сделать тоже книгу инноваторов, тоже для молодежи. Ну, пускай там живет 300 тысяч, но это не важно. Может, пускай там живет 50 тысяч, это сейчас вообще не важно. То есть нам нужно там найти какого-то более-менее активного товарища, который бы… Вот смотри, есть, когда с Проступиной была речь, была такая тема, что есть какая-то женщина, которая какие-то инновационный комитет, не комитет, правительство в Московской области там что-то сделал. Вот надо, может быть, с ней связаться, проговорить, какие у нее же новые взрывы, да, правительство, потому что… Вот, значит, надо вот с ней проговорить, давай вместе, если хочешь, я бы… Потому что в Шаховской вот просто так заходить там с проектами умножитель, водохом там или еще что-то, да, это не… Это будет просто дойная корова, очевидно. Вот, если мы заходим туда с темой, что давайте создавать клубы новаторов, чем заниматься? Чем заниматься? Надо инновационные какие-то темы. Более того, даже мы в каком-то районе в Ступино что-то начали… В Ступино даже если начали какой-то проект, все равно нужна реализация, нужны потребители. Почему опять-таки через клубы новаторов это все не продвигать там, создавать какую-то продукцию? Более того, если мы сейчас говорим о краудтехнологиях, да, чем больше людей, тем больше денег можно собирать. Значит, опять-таки молодежь – это волонтеры, это провести какие-то вот мероприятия, опять-таки согласованные с администрацией, там, все такое. Это ресурс, на самом деле это вложение в человеческий ресурс, значит, помощь тем же самым ребятам понять, как… Вот эта идея изначально, Кирилла, что приходите с идеями, мы поможем там что-то сформировать. Ведь у многих даже нет понимания, что ну а как-то все начать, первый шаг, как его сделать, где найти эту помощь. Ведь не всегда деньги решают. Понимаешь, вот кто-то там приходит… Я просто вспоминаю себя молодым, когда вот был вообще… Мне там какую-то идею давали, вот возьмешься… У меня не было даже слова «нет», я брался, потому что надо было что-то делать, надо было огонь в глазах. Я сейчас там встречаюсь с некоторыми, говорю, слушайте, есть земля, у воды там, все, давайте вот сделаем бизнес реально. Потому что куча людей, сейчас тренд, целый тренд идет, что очень многим людям просто нельзя выезжать за границу, а у других людей просто нет возможности, поэтому надо развивать наш туризм, ближний туризм. Не просто на море куда-то опять-таки ездить, в Крым, в Сочи, вот ближайшее Подмосковье, там 140 километров, все, приехал в субботу, воскресенье и уехал обратно. Весь цивилизованный мир так живет. Внутренний туризм – это очень большая штука. Но теперь вот то, что я, замер, тебе вчера присылал, ну и там еще в группе ребят, я много-много думал, искал всяких концепций, уже написал, что там делать, как там делать, как землю развивать. И одна из основных людей была, ну почему все в Москву едут, почему тут легко найти работу, а за 100 километров уезжаешь, там ни денег нет, ничего. Ты туда привозишь что-то, а продать нечего, потому что у людей там денег нет. Понимаете, какая-то замкнутая система, это надо как-то разорвать. Значит, нужно опять-таки целую программу создать, чтобы деньги там из Москвы приехали туда, а люди их повезут туда. Это для чего-то, да? Просто так они не поедут и не скажут, на этом вам денег, да? Вот. И, соответственно, если этот поток пойдет туда, то там можно уже привлекать молодежь, можно организовывать какие-то программы, проекты, пускай они будут краткосрочные какие-то, или наоборот долгосрочные, да? Учить бизнесу или там совместные какие-то бизнесы создавать. Опять-таки, в каждой точке можно придумать кучу-кучу каких-то мелких-мелких дел, которые позволили бы... Да, это будет и в Ступино, это будет и в Шаховском районе, это будет еще в каких-то районах возникает. И вот вам, пожалуйста, вот пример... У нас уже потом будет пример приводить, что вот, ребята, начали. Чего они начали? Нуля. Понимаете? И потом уже мы приносим вот эти проекты, например, этот проект «За Марс». Я бы сейчас не хотел на этом проекте останавливаться, еще, ну, может быть, он еще не доработал, а это пока есть. Это просто идея была, да. Вот, поэтому, Замир, я прошу твоей помощи в том, чтобы сначала встретиться с женщиной, вот, которая московская правительство, московской области, да? Чтобы мы с ней проговорили эту идею, как мы можем идти по... И искать заинтересованных людей, чтобы там закрепляться на территориях и чего-то делать. И мы должны план работы будем составить. И действовать четко с этим планом как-то. Потому что это интерес реально области. А чтобы нам двигаться, как вы не крутите? Нам по-любому нужна описательная часть цели нашей, задачи. Какие результаты мы хотим достигнуть, понимаете? Какие-то правила у нас в клубе должны быть, которые мы должны придерживаться. Мы об этом говорим целый год, что это надо делать. Ну, уже целый год, да. Больше. Ты сказал про Козинцов, чем Козинцов меня добивает. Он мне не дал документов. На основании документов надо делать по движению, спуститься на клуб. И этого я сделать, например, не могу, потому что я не вижу эти уставы. А если мы поднимемся с клубами? А зачем? А что? Вот мы же сделали. Мы же вышли. Смысл такой. Ее прописали. У меня есть движение, которое несет на себе политическую функцию. И оно... Давай про политику пока не говорим. Нет, нет, нет. Оно несет профессионалу. Политическую... Общественную. Политическую. А то, что говорит сейчас, Глент, это общественная независимость. Клубов в клубов. Ну, как бы, да. Присходит в власти, говорит, давайте сделаем клуб. То есть это общественная, это не политическая. Понимаешь? А политики пока не говорят. Потому что там могут быть, знаешь, пересечения интересов там начинается. Это очень тонкая штука. А я имею в виду. Давай еще пока сообщим. А я имею в виду. Разграничить. Клуб это средний. Может быть. Знаешь, почему я имею в виду сейчас регистрацию или другом? Что-нибудь и параметры еще. Клуб это средний. Не имею в виду политическое движение. Правда. Валентин, а вот скажи, пожалуйста, это движение, которое там что-то... Движение, которое там что-то... Движение. Движение на партию. Ну, всегда такое. Почему? Это самое. Семен занимался регистрацией движения. Я не помню название. Он зарегистрировал или нет? Ну, говорит, вот-вот-вот. Тоже вот-вот. Тоже вот-вот. Короче, все благодержи. Давай, давай, ты скажи, что ты хоть скажи по правилам клуба, общественное. То, что мы придем сейчас... Я могу говорить, что у нас есть опыт экспиририва. Здесь, вот сколько, наверное, здесь склада. Мы хотим Шаховской, мы хотим Олег Лазуева. У меня там, в смысле, тоже вариант. То есть, область Востковской может стать таким реальным полигоном, директор действий, от молодежи, которые хотят что-то строить. Да. Эти клубы, как общественные, наши инициативы. Это... Вот та возможность, да, реально с вами сконтактировать. Сказать, что, ну, ребята, давайте делать. Ресурсы у нас есть. Ресурсы через все эти... Вот говорить, какая у меня... Ну, опять же, почему я говорю, что какая у меня... Значит, я вижу задачу подобных клубов. Это площадка для умников, которые с какой-то идеей пришли сюда и нашли режим наибольшего благоприятного. Ну и все. А дальше, там, технологию расписывать, как хотите. Но в данном случае, как у нас технологически получается, есть движение. Оно начинает себе вот эту обобщающую пункту, да? Оно всходит с письмами, там, в правительство, там, куда угодно. То есть, от него мы можем выступать. Мы от клуба можем выступать. Подождите, подождите. Дальше движение, поскольку оно регистрируется и оформляется, оно может организовывать его юридическую структуру, финансовую структуру. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот клуб, я сейчас пока сам для себя не могу понять. Клуб – это некая средняя структура, которая в Шаховском районе может быть. Там, где Гуслица, это отдельный клуб. Это же тоже клуб. И мы с вами тоже. Александр Борисович и команда тоже. Потому что мы не до конца. Вот. Вот в этом клубе рождается что? Обсуждал. Вы приходите, информационный обмен идет. В результате информационного обмена получается, что убегают какие-то идеи. То, о чем ты говоришь. Можно расписать идеи. Ты же еще туда не пришел. Можно расписать идеи. Ну, хорошо. Какое-то количество идей – не идей. Дальше включается то, о чем Ирина говорила. Выбираем некую идею. Одну или десять, или двадцать. Или постоянно ведем. Конечно. Но клуб тоже в том виде, в котором он сейчас не имеет права вести хозяйственные действия. Потому что мы с вами просто общественная организация, которые просто подписи свои поставили. Но ничего другого. Вот дальше мне уже непонятно. А дальше я тебе могу. Сейчас расскажу, а ты мне поправишь. Дальше я для себя представляю такую штуку. Пока не знаю, как это юридически обосновано. Значит, клуб рождает группы по интересам. У нас много, и у нас интересы разные. У Глеба одно, у Кирилла другое, у меня третья. И мы создаем команду. Допустим, раз уж я выдвинул, или там Глеб выдвинул, он становится лидером этой команды. И собирает, и тут люди объявляют. Вот это я начинаю заниматься. Народ к нему подходит, говорит, да, я с тобой буду работать. Все, они для себя, они уже не вешивают всю эту задачу технологическую. На весь этот клуб они эту задачу не вешают. Они начинают сами работать, грубо говоря, как отдельный творческий коллектив. Давай я тебе сейчас скажу больше, как всей этой агрессии. У нас появилась группа, у нас есть юридически зарегистрированные ООО «ИННН». Это клуб инноваторов «ИННН», который мы изначально с тобой регистрировали. Кстати, там один из твоих очередей. В принципе, юридическая структура, которая еще, она пока не использовалась. Она не использовалась, но вот такую, скажи. Да. Значит, она имеет полное право проводить все необходимые финансовые. Юридически платить налоги. Ну, то есть, вот все, все, все. Вся чистота, вся легальная чистота обеспечивает. Там упрощенка. Ну, то есть, там все деньги платят, 6% в год. Так вот смотри, ты спрашиваешь, как делать финансовый счет? Я тебе говорю, объясняю. Вот финансовый счет можно вот так идти. Клуб инноваторов, мы так ее называем, клуб инноваторов «ИНННН». То есть, соответственно, мы вроде как клуб инноваторов, а другой стороны «ИНННН», как юридическая структура. Понимаешь? Ты можешь и так, и так, пожалуйста, как бы ты хотел. Официальные письма? Ради Бога. Пишем оба. Мы, как общественное движение, тоже этот вопрос решали. То есть, все, с юридической обвязкой проблем нет. А еще более того, мы с Глебом этот вопрос обсуждали, нашли все проблемы. Значит, смотри. Так группа, которая с тобой говорится. Вот ты с твоим проектом. Или вот с твоим проектом. Почему вы пришли к нам? И говорите, ой, блин, я бы придумал такую штуку, она вообще классная. И мы говорим, слушай, действительно доброе дело? Ты не заводом? Не заводом же? Нет. Все окей. Я тебе благотворительная сеть. Тебя заводят. Потому что это благотворительная сеть. Потому что он не заточен на деньги. Эта идея еще, она появится непонятно вообще. Это препрессивно. Когда у них будет продать, там другая будет модель, он упадет в РВК, мы ему поможем, там другая будет сейчас схема. Мы сейчас говорим про стадию идей, про стадию инициативы, про стадии. Сейчас, друзья, я договорю свои полтым километров и дам слово, чтобы много будет величок. Вот. Что я хотел еще сказать? Хорошо. Можно добавить в себя вот в той части, в которой ты начал. Там буквально. Смотрите. Когда идет группа, кто-то голосует, кто-то хочет. Кто-то начинает формировать группу. Как это правильно сделать? Формируется протокол. В протоколе. В протоколе. И там в этом протоколе одним из поездки дня пишется вопрос, кто ведет финансовые расчеты. И какой-то компании вот по этому протоколу вручение дается. Вот что мы выбрали такую же компанию, которая ведет вот это. Основание уже есть. Вот эти люди. Все. И нам говорит, ребят, мне нужно, ну или давайте составим бизнес-планы. Это уже делает руководитель. Для такой группы уже начинает работать. Бизнес-план, все-все. И там ответственность вся та. Да. И те, кто в клубе, но не в этой теме, они никакой отрезают. Это в группе в тему, потом ты говоришь. Да. И никакой у меня нет консолидированной вот этой ответственности. Ничего. Потом что-то начало получаться. Замечательно. Говорят, ребят, у нас уже вот это вот и получается. Значит, нужна постоянная отчетность перед клубом. То есть обязательно нужен какой-нибудь… Видеоотчет. Не знаю, видеоотчет это должен быть или что-то. Ну а с тебя бы не повлетало. Каких? Где? Какой ресурс? Это все я потом расскажу. Окей. Это свежий шуток. Ты хочешь на Азамир.рф? На Синихс. На Синихс. Подожди. Стоп, стоп. Стоп, стоп. Ребят, вот этот раз обсуждает. Это требует очень сильного обсуждения. Так, ты забежал вперед. И поэтому… Смотри, я забегу вперед. Я забегу, что происходит. Забегу, что скажу. Пусть и мне ребята спрашивают. Насчет клубов для Омников. Мы, собственно, с моим знакомым, Завидом Дамте, он как раз таки кандидат в философский клуб. Мы организовали тоже такой клуб. Меня Константин Воробьев зовут. Как он? Воробьев. Воробьев. Да. Я… Позавленный программист. Позавленный программист. Я публикающий… Программистов приду. Но я… Да. К сожалению… А программист программист или… Не сильно владеет. Или все-таки программист… Потому что программисты есть просто кочегара, а и ты… Качегара. Нет, я не владею искусственным программированием. Нет, больше коммунитарий. Да. Да. Вот. Собственно, мы совместными усилиями решили организовать философское обсуждение, где выбрали 8 наиболее интересных философов. и вот собираем ребят, которые интересуются философией. Ну и, соответственно, это все тоже платно, потому что надо снимать, ну, помещение, вот. и, ну, платить… Ну, понятно. Да. Аренду. Аренду, да. И, соответственно, вот. А кроме аренды еще сколько у вас? Кроме аренды, какие у вас еще расходы? Больше, в принципе, никаких. А если мы, допустим, сделаем вот этот клуб вот здесь, в башне, например, у нас башня практически пустует, и для музея это может быть интересным проектом, то есть как одно из ответвлений нашего вот этого инновационного клуба… Ну, то есть у нас тут не только инновационный клуб, а вообще есть более широкое понимание как клуб творческого общения. Сейчас я тебе расскажу. Хорошо? Ладно. Ну да, мы говорили с пространством на Курской, Дом бумаг называется как раз. Дом бумаг? Да. В принципе, у них нормальные цены, там 650 рублей в час, вот, за, ну, чуть поменьше, конечно, стол. Вот. Но мы рассчитываем человек 10 собирать, или у нас будет двое. То есть один с этой стороны, второй с этой, и вот как бы происходит такой толкинг насчет философских этих измышлений. Вот. Собственно, один философ у нас длится шесть недель, то есть обсуждение его концепции, да, ну, плюс чтение литературы, да. Плюс чтение литературы, да. У меня встреча один раз в неделю. Соответственно, первый философ, неважно, Кирпи Гор и другой, мы будем, ну, понимать, как все это происходит, как, то есть, перформанс управлять им, чтобы было интересно людям и так далее. То есть… А это бизнес-проект, или это проект просто социальный такой? Ну, что вы хотите? Вы хотите по плану это делать, или вы хотите на этом заработать? Ну, скорее даже второе, наверное, заработать. Ага. Да. Собственно, общаться негде. То есть, они, как правило, одиноки. Ну, и не только интеллектуально, а вообще в городах люди одиноки – это большая проблема, и удивительно то, что нет клубов общения. Их просто нет. Я не знаю… Я знаю… Нет, скажем так, не то, что я не знаю ни одного, я знаю языковые клубы, куда люди ходят под предлогом учить иностранные языки, куда можно прийти и найти открытых людей, готовых к общению. Все. Помимо этого, ну, есть, конечно, клубы там филотелистов, того-сего, ну, то есть, вот, по интересам там, латино, дансы, да, там, и всяких таких вещей, куда люди приходят вроде бы как за интересом, а общение там вторично. Вот. Вот. Ну, это вот, в принципе, ко всем может быть такой ниша, которая не окучена никак, а тем не менее спрос на это капитал. Надо сделать фуфалки, например, да? Вот это… Ну, я не знаю. Да, на самом деле, это несколько так получилось в сторону уход от магистральной темы. Вот. Представляешь, это твой проект, общественный проект, клуб в башне? Ну, нет, на самом деле, то, что я пытаюсь здесь сделать… Ну, это касается про клуб в башне, да. Ну, это не просто клуб в башне, а вообще, в принципе, есть… Вот вы сейчас можете выйти за дверь, да, и вот раз в неделю музей работает до 9 часов вечера, посмотреть, сколько пустых площадей здесь. Вот. Это просто какое-то бессмыслице такого существования, и у меня есть… ну, вы потом мне скажете… вот… есть идея, что здесь можно организовать клуб творческого общения. У меня задумка такая. То есть у меня, в принципе, вот мы сначала пытались создать клуб… ну, я не говорю, не пользуюсь клубом, термином клуб инноваторов, но клуб для людей, которые хотят действительно реализовывать какие-то проекты, неважно, инновационные, инновационные, какие-то инициативы у людей есть. Фактически сейчас человеку с идеей или с какой-то инициативой идти некуда. Если у тебя нет заверанных друзей, которые составили команду, нет бизнес-плана, прототипа и так далее, все. Это фактически тупик. Вот. Вот. Вот была идея создать такую площадку, куда человек может прийти, рассказать о своей идее, найти единомышленников, ресурсы какие-то необходимые, вот так. Вот. Но вышло так, что у нас тут получилось, что люди практически, приходя сюда, поскольку сообщество не развито, видит, что они не могут здесь уже сразу удовлетворить свои нужды, найти единомышленников, ресурсы и так далее. Поэтому в практике покинули нашу площадь, остались болтуны, и, в общем, вот мы тут собираемся и болтали. Ну, вот в хорошем или плохом, это отдельный разговор, в общем. Хорошая разговора. Вот. Но я буквально позволю себе еще несколько слов. Вот. У меня появилась несколько другая идея развития этого пространства. Фактически мы сейчас существуем как за счет внутренних ресурсов, то есть люди, кто сюда попадают через личные связи. Вот. Фактически мы не задействуем аудиторию музея. Вот. Хотя это, в принципе, могло бы очень серьезно подпитывать наш клуб творческими силами и разными вообще ресурсами. То есть открытый поток. И есть вот идея создания клуба творческого общения. Изначально там есть некоторая игровая образовательная среда. Ну, я профессионально занимаюсь головоломками, но дальше образовательными играми. вот. То есть через которые люди попадают сюда, они начинают играть, как просто посетители музея. Потом проходят дальше, видят, что здесь есть общение. Люди обсуждают проект. То есть есть какие-то там доски проекта и так далее. Там, может быть, какие-то конструкторы, из которых люди начинают настраивать. И дальше они могут попасть в лабораторию. Вот, собственно, где мы находимся. То есть у нас есть еще одна комнатка, где есть 3D-принтеры, лазерная резка и так далее. То есть можно, изначально развиваясь в игре, получить некоторые знания, некоторые идеи. Эти идеи получают развитие. Вот. То есть применение сразу на практике идет. И дальше уже выход на конкретную реализацию проекта. Поиск единомышленников, создание команд. И в дальнейшем реализацию проекта. Смотри. Я думаю, это такая сверх идея. Я это напомню очень хорошо. Потому что у меня как раз тема, что мы находимся в каких-то инициативных стажей. Ну, я тут все напишу. Программа. Подай. А там, где были эти дивантики, да, мы сидели? Вот это место? Нет. Это вообще все место. То есть можно начать вот здесь, прямо перед лестницей, поставить большой головолом. Одна стоит. Собственно, разработки еще несколько. Да. Давайте. Пишем еще твой, Григорий. У меня какой статус? Московский или у тебя? Давай. Да. Интересно, что как бы мы все вместе пришли к этой идее. Ну, у меня, я уже озвучил замеры по поводу, ну, можно сказать, школы импровизаторов. Что это такое? То есть, в принципе, в принципе, это ситуация такая, что в нашей стране, ну, как в целом, наверное, во всем мире существует проблема, возможно, это досуговая часть, то есть время отдыха. В чем проблема состоит? Не в том, что досуга нет, но в том, что досуг, он не является развивающим, то есть не развивать человека, а делать его просто зависимым от каких-то, то ли, да, потребления, алкоголя, там, удовольствия и так далее. То есть мы ходим в кино, это, может быть, развивает. Ну, и, в принципе, люди встречаются, они начинают общаться, интересно такое тоже есть. Но чтобы это создать такое вот направление, которое действительно развивало бы человека, у меня такая идея возникла. Ну, вследствие чего, в принципе, я увидел такую интересную вещь, что импровизация присутствует практически во многих творческих в какой-то части, но говорить о том, что именно учиться импровизации, такого, в принципе, нет. То есть можно сказать, что это инновация, потому что импровизация в чистом виде, она как бы не существует, это как элемент. Элемент в творчестве, элемент в общении. А быть импровизатором во многих областях, это дает возможности, в принципе, стать… Научиться очень многим. Да, очень много, потому что, в принципе, это как бы проникнуть в суть жизни. Потому что, а в чем одна из особенностей? Я сегодня лежал и думал, а в чем же момент? Раньше люди запоминали книги, раньше люди имели такие огромные возможности. Почему сейчас, современный человек, он порабощен всякими приспособлениями? Потому что он не доверяет. Например, для того, чтобы планировать, вот у меня есть ежедневные, да? Но я могу все это помнить. То есть я могу запоминать огромные вещи, я могу мыслями, своим сознанием менять пространство, в принципе. Но мы не доверяем себе, не доверяем своему пространству, и не можем таким образом быть совершенными. То есть импровизация, она как бы призвана раскрыть человеку доверие к себе. То есть мы как бы можем снять внутренние блоки, страхи, внутренние какие-то напряжения. И вместе с тем мы можем, человек может выйти на сцену и выразить свое мнение очень ясной свободы. Я недавно просто снимал профессионала, женщину, которая занимается обучением с детьми. И она каждый раз запиналась, потому что камеру включил, ей было сложно. Она запиналась и говорила с большим трудом, приходилось много раз снимать. Просто человек как бы встретил свое эго, наверное, и его снимали. Я понял, что импровизация – это достаточно такое искусство, которое даже в творчестве или в шоу-бизнесе, оно, если человек владеет этим, он сразу поднимается высоко. То есть он сразу востребован. Это человек, который может легко и свободно говорить без бумажки. Потому что прикованный к бумажке человек, который говорит на сцене, ну, это смешно выглядит. Ну, может быть, это выглядит, по крайней мере, непрофессионально. Поэтому мы решили создать общество импровизаторов, причем, какие-то еще есть, да, время еще? Еще 30, 20 секунд. То есть еще такой момент, были две системы. Система обучающая учителей, то есть учителя, которые, или мастера импровизации, которые дальше будут передавать свое учение. То есть я создаю свою школу, я создаю свое понимание, видение. И мы друг другу помогаем создавать это, развиваться. Вторая часть, это будет просто как клубная часть, где люди приходят поговорить, прослабиться, как вот есть такая, да, или просто разговорного жанра. для человека. Это как раз не просто, а творчество, это тоже импровизация. Ну, это... Именно с содержательного общения. Да, с содержательного общения. Это будет вторая часть, когда человек приходит развиваться именно в досуговой части. Как называется будет клуб? Я подумал, что это будет мастерская импровизация пока. Мастерская, потому что от слова мастер. Если клуб, от слова тусовка. Да, мастерская, классная мастерская. И третья часть, это вот семинар. Когда мы можем, ну, мастер, он может даже иметь какие-то средства, может быть. Может, как мы говорим. Мастер может иметь средства, бананы, шоколад. Да. Именинник. Ты их импровизирует? Пришел именинник. Давай, давай, давай. Мастер импровизации. Да, это мы по банану. Да, это мы по банану. Хахахахаха Хэппи-безды. Это не клуб, это просто интернет. В принципе, это все. В общем, такая идея есть. Поэтому, если кому это понравилось, можем обсудить. В принципе, вот. Окей. Давай теперь это тебе дам. У тебя будет дополнительный еще. советское время в москве не классический дом техники причем я видел этот особняк очень престижно сейчас там он реставрируется там пока ничего нет но я заходил там говорят а больше там процентов 70 пока еще реставрируется это мясницкая это по поводу помещения вообще честно говоря где-то как бедные родственники в общем-то огромное потенциал новаторов смотришь в интернете такой огромный ресурс специальности учиться на и это инновационное менеджмент огромная там платформа куча разных ресурсов куча разных банков идеи прочего чего только нет тут где-то собираться чтобы собрать за 500 рублей чтобы собрать как-то как бедные родственники за какой салфи добрать стыдно просто стыдно как-то в общем как-то союз Данина должно быть шахматистов есть свой клуб это еще в массах каких-то людей вот еще хотел по поводу этого ресурсов информационных ресурсов информационный журнала которые смотрят популярная механика всем известно новая техника кстати украинский журнал конечно кстати этот журнал закрылся да по моему модель из конструкторов может быть одно из приоритетов я это что говорю в самом начале приоритета важно не срочно срочно не важно не важно не срочно не приоритет поставить допустим важному не срочно собрать наладить с ними контакт потому что вот очень много печатается у меня вышло времени хорошо давай мы еще свежей крови доктору каких но я кино скажи нам против вот и еще я думаю о том что все соцсети они опасны для людей занимаетесь и даже факт что допустим синий цвет у нас лав пыляет воля а может нет если вы посмотрите есть такая допустим правильная рамка или за вот ну да она сейчас и питерский один мы выдумали и ставят эксперимент и даже говорят что какие-то способы могут влиять на собственно да я думаю что это не то что вы хотите снимать фильм про вот эти технологии вот вот идет тотальный какая-то вообще из людей я думаю что хотят сделать пиво рот ну и есть мы 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 не мы 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 на а мы на как-то понимали вы понимали понимали а вообще собственно более глобальный идея ради чего кинол это сложно недавно обсуждение было именно что мы такое есть как мы можем хаостичь этот мир вообще соприкосновение допустим с а да да ну тем не менее он писал а уже здесь и допустим возможно и собственно а социальные сети абсолютно нет так удивился но тем не менее они извлекают людей какие-то части необходимы допустим понимание многие читают цитаты Гостоевского или кого а потом он думает что он читает то нет потому что чтобы понять суть того что хотела написать необходимо всю книгу а то есть как бы из контекста вырванной получается большой плюс сети то что мы сейчас с тобой познакомим хотя бы это непонятно пока что что сетей должно быть примерно таком социализм коммунизм коммунизм это коммунизм механическая которая нет давайте скажем дадим слово нашему сегодня дорогому премьернику господа друзья что есть банан что ли сейчас скажи послушать а вот что ты думаешь пост понятно что ребята рассказали конкретные практические что ты думаешь почитав все наши предложения как мы будем сейчас упаковывать все наши проекты с на самом деле много таких очень проектов вот мы с Юрием познакомились он делает фамилию у него вот сейчас скажу на просто на это что-то такое давай давай короче короче Юрий он не идеолог идеолог проект там другой товарищ но он просто работал в одном из таких проектов похожих он как бы задумал делать эту вещь вместе с Юрием по итогу по всему я с ним просто разговаривал сегодня по итогу он пока не видит там реализации я ему рассказал про проект то что я как бы думал для акселератора делать да это площадка которая будет совмещать себе и Симикс и туда мы сможем заводить все иные проекты и так далее вот и она будет гораздо более широкая потому что для акселерации нам нужно достаточно широкая площадка на которой мы сможем работать с проектами на постоянной основе и держать эти проекты в близком контакте вот поэтому с Юрием я сейчас общаюсь мы сейчас будем с ним накидывать план возможные работы действий там структуру структура у меня уже есть описанная с Кириллом мы с тобой пообщаемся по этому поводу еще подумаем вот а по поводу того что там общая глобальная система да то что ты говоришь ну не знаю у меня сегодня день рождения но особого просветления я не дождался сегодня я был на инвестбазаре вот смотрел на как там некие инвесторы осматривали проекты на неком базаре на неком базаре да там же Сережа Симец был вот и посмотрел я это дело и понял что у нас все таки проекты инновационные а там все таки проекты ближе там к обычным то есть это всякие косметика да там рестораны кафе и так далее а мы все таки выделяемся нашим сообществом тем что проекты у нас все таки содержат в себе некие инсайты да и как бы развивают изобретательские навыки вот поэтому нужно структуру прописывать помимо по мы сейчас говорим про систему благотворительности конечно по системе благотворительности как бы вопросы остаются конечно при том что много описано уже тобой я согласен что она как бы правильная она вроде как должна быть с фондом можно сотрудничать и нужно наверное благотворительным потому что мы вот но вопрос вопрос участия вопрос участия вопрос сможет ли там ну то есть действительно будет ли это надо делать отдельно от сообщества чтобы там как бы ну это может быть и можно делать вместе но у меня тоже по ощущениям вот я прочитал да сергей и как бы я думаю что это не важно это не важно это не важно действительно но такой механизм он хороший нам сейчас не хватает механизма монетизации механизм монетизации мы можем взять только либо структурно привлечь привлекая большого какого-то стратегического партнера партнера да там фонд не фонд не знаю либо все-таки с миру по нитке с миру по нитке я считаю кровоте кровоте куда второй все-таки посмотреть сейчас конечно денег конечно произвеси не будет но все-таки какие-то нет вот надо Когда Медведик был, он же что-то про инновации говорил, то есть про инновацию задавался, какие-то были способности посмотреть эти материалы. Я даже больше скажу, что я встречался с товарищами, видел, слышал много что интересное о том, куда у нас выделяют сейчас в этом году деньги, на какие институты развития примерно, сколько и там. Зачем, собственно говоря, и строиться в эту систему я пока не знаю как. То есть можно, если мы показываем большую движуху, много проектов, тогда это понятно, как мы устраиваемся. Это, знаешь, надо отдельно будет обсудить, по той причине, что каждый из нас, где-то вот бывая, мы сталкиваемся с разными интересными людьми. Иногда эти люди могут явиться ключевой точкой. Да, нет, мы можем действительно составить партнер людей. Предвосхищение должно быть, у вас есть. Вот сюда спустимся, мало ли. Не, люди есть, я думаю, что у нас часто оборвался. Понятно, это общество. У нас просто личностное, даже у тебя с этим, что ты Гарой там, или я вчера был на форуме авиационном. Да, мы богаты контактами, на самом деле мы недооцениваем раненщик контакты, надо их по максимуму использовать. Они вообще крутые. У нас все вообще очень не оптимизировано. Ну, не оптимизировано. Давай оптимизируй. Я говорю, структуру. Самая главная диалогия – структуру. Давайте, давайте, их не называть, хотя бы, по условиям, что ты их не хочешь. Если человек, ну, вы знаете, кто этот X. Да, мир, допустим, если уж не называть имя. У меня предложение вот эту благотворительную систему, именно саму благотворительную систему, которая будет туда ворвана как в виде социальной сети. Ну, и благотворительная сеть, мы ее называем. То есть там инвестор, ну, или как там, благотворитель, кто творит власть, он как раз это и делает. Он подерживает зону или я. Очень хорошая мысль. Да. По благотворительной буквально одну минуту хочу спросить. Вот там я вот забуду о благотворительности, где вот там юридическая капитация может быть без, ну, как бы, без бесплатной. И если как-то через фонд этот… Концентная калерина, они будут бесплатно концентировать, но нужно как-то сделать, чтобы вот они… Ну, как-то сделать благотворительную, чтобы, потому что вот, под любом, любое запретение, когда оно все-таки что-то стоящее, оно требует безусловно концентной защиты. Я хочу все-таки сказать по поводу Глеба и идеи. Ну, да, можно же бы сказать какую-то идею. Короче, Глеб предлагает нам полететь на Марс, но всего 180 километров находится. Марс? Марс. Марс. Я предложил назвать марсизм-летитизм. Летим на Марс. Пока это концепт такой идеи создать футуристическое… Представьте, что это у вас такое последнее на Марсе, а оно выглядит так, как будто оно построено на Марсе. Ну, тут то же самое. Человек может там жить, например, год на Марсе, или мы, естественно, на Марсе, да, то есть реально как, там, может внутри будет какая-то трансляция… А там это очень интересно. Крутой! Чего вы ездите в накид? На Марс! На Марс! Это вот проект Глеба, да, он такой футуристический этот… показал тот же этот… как такой ангар. Это классная тема. Я вот всецело поддерживаю, я считаю, что это очень круто. Я ему сначала говорил по поводу плавучих домов, мне вот эта тема очень нравилась. Ну, то есть, да, вообще, там, сделать из плексигласа дно, там, все рыбки, там, да, что-то… Ну, как бы, это еще сделать, чтобы можно было где-нибудь потом на Сокотре запретить, да, потестировать у тебя там сначала, да, поездить, потом где-нибудь Сокотре, Мальдивы, пожалуйста, программ написал, дай полету мысли разгортаться. Если там чудище-юдище, слопаем, слопаем, нажарим, нет, нет, нет. Ты туда, нос прижмешь. Да, и оно. И тебя контракт платит, что будет. Вот, так что я считаю, что это классная тема. И такие вещи надо делать сначала на стадии именно идеи. Вот, если человек говорит, блин, ребята, я вот хочу создать нечто, да, такое, чего нет, ну реально, я бы хотел увидеть, как это происходит. Ну вот, как бы, на Марсе, да, ну что это такое, да. Понятно, что именно вот это начало, оно может быть реально, как просто идея. Я хочу для людей это сделать. Он первый ангар отдаст людям, а потом уже, скажем, приезжай там, там, а, слышишь, ты можешь сказать, а вот уже джакузи, наверное, 100 денег, например, да. То есть вот тут надо будет как-то подумать эту тему. Часть 3, а часть… О, ты видишь, уже подводный, надводный апарт. Я тебе кину суп, там такой дом. Глеб, почему я тебя спрашиваю? Ну, это непонятно. Я… …поселение. Я тебя о чем спрашиваю? Можно сделать это в том, что оно само себя успешивает. Да, да, да. Кстати, эти технологии какие там были, да, вот как бы, типа, вегетарианского, вот это… Такое современное… …последовательное… …последовательное… …последовательное, новое технологии, которое есть у меня… Как раз вопрос, на который я спрашиваю, есть ли там что-нибудь… Есть ли жизнь на Марсе? Да нет, Глеб, есть ли жизнь на Марсе? Дело в том, что… Ну, сюда можно частично, частично посмотреть, с кем можно поговорить из института космического планирования, скажем, на эти темы, потому что там какие-то варианты, просто наброски, например. Я тебе сбросил описание, коротенькое, там есть задача, там есть монетизация, все, что мне пришло в голову за определенное время, я куда жмется. Я старался очень сжато это писать, чтобы не расписывать на 500 листов, понимаешь? Всего полторы странички. Почитай, пожалуйста, дай обратно. Прошлый вторник. Так, а вот вы ничего не говорите. Сейчас, 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 я на Валентина о чем показываю. Прошлый вторник приходил мужик, который занимался проектированием марсианских водных поселений, понимаешь? Как поменять? У меня есть. Где там так? Впервые. Впервые. Найдите. Это я тебе о чем говорю? Рассказывать. Ну, скажу. Не автор. Ну, понятно. Ты про того больше знаешь? Я его увидел. Это надо его любить, просто смотрите. Ну, как его фамилия? Юрвеев, Джангар, Батмейн. Он в интернете есть? Конечно. Интересно, дядя. Ну, что, все выключается? Кроме этого. Есть парень, который вы видите? Серег, смотри. С дележателем, ты меня прочитаешь. Да не прокатился. Хорошо, ладно. Ладно. Моя идея бывает. Тебе надо вопрос. Я предложил всем, пожалуйста, я готов этот проект. Вот, предложи всем. Может, и кого. Давай дальше. У меня задача какая. Среди ту серию с чем? Понимаешь? Пока ничего сливать. Субтитры сделал DimaTorzok